добрый день еще раз мы начинаем занятия перед крещением меня зовут отец сергий я занимаюсь тем что веду людей к крещению подготавливаю людей к правильному правильному принятию таинства крещения что значит правильно что значит таинство крещения очень много вопросов вот давайте разбираться но прежде чем вот начать мне говорить я бы хотел поинтересоваться у вас для чего вы пришли сюда что вы желаете получить для чего нужно крещение что вы желаете получить от этого таинства какие у вас есть ответ для чего получается когда при крещении да так получается что вы дают ангел охранителя да ребенка да получается и ангел охранителя охраняют всю жизнь то есть вам нужна ну грубо говоря охрана нет не защита ну да помощь помощь да помощь ребенку что если допустим не будет либо нас либо мудрого да так скажем наставителя чтобы ангел охранитель всегда оставил так хороший ответ у кого еще есть какие соображения то есть вам нужно для этого беседы если что то понять сама вот это вот действие чтобы привести крещение да но вот сам само действие крещение таинства вот когда вот поливаем водой она это знание не дает ведь все-таки нужно как-то вот подготовиться очень хорошие ответы еще вот ближе к богу да сказали ближе к богу вышел знать а вот смотрите само таинство вот крещение под вас три раза облили вы ближе стали к богу водой нет а что нужно еще вера вера нужна то есть перед тем как креститься вера нужна но не после да то есть некоторые думают что вот покрестился и сразу вера на так вот раз и появилась у человека нет нет сначала у человека вера должна быть да потом уже крестится человек без вера мне кажется водой человека просто очищают перед вот вступлением вот что его крестили и чтобы он чистым еще есть такие среди вас вот кому нужна удача удача раз и все здоровье так кому то здоровье нужно кому то удача покрестился и все сразу же начинается карьерный рост нет не так чтобы я могла прийти вот если я не крещеная да я пришла могла попросить здоровья своего близкого ну а вы же также можете не крещеный прийти попросить здоровья или нет крик не крещеные могут просить молиться могут они могут просить и ставить свинчики за здравие за какое-то можно все равно когда человек уже давайте разбираться то есть люди которые не крещеная их бог что ли не слышать если человек обращается к богу неужели господь не слышит слышит конечно с душе когда обращаешь а как еще можно обратиться и больше театрально так все что мы когда с богом общаемся мы всегда в душе по-другому никак слушай бог дух то есть суммируя все ваши ответы мир его все ваши ответы можно сказать что вам что-то нужно бога да так ну ка ну вот ребенку два года так он же ничего не понимает ничего не понимает объясните мне да вот чтобы я его покрестила что это вот видите то есть женщина не сама пришла до ребенка то есть совершать насилие получается вот как спрашивать понимает ничего не сейчас будем разбираться будем разбираться течение пока он есть вот хорошие вопросы задаете видите то есть у вас у всех есть вопросы какие то вот в течение вот этих бесед будем разбираться я сейчас буду как быть что то объяснить да так вот суммируя все что вы сказали я хочу сказать что каждому что то нужно да мы находимся в состоянии зависимости то есть нам от бога что то нужно то есть одному здоровья другому защита другому здоровья то 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 вот как бы как вот к царю приходим да дай нам пожалуйста там грушу дай еду дай золото то 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 так вот крещение на самом деле это не просто просьба что то что нам нужно да самым высшим как бы вот назначением крещения является не то что мы что то получим а то что это таинство оно способно самого бога оказывается нам предоставляет представляете это сложно понять конечно я понимаю то есть мы иногда бога рассматриваем как податели каких-то благ понимаете мы приходим просим это не грех конечно он дает но подумать что бог ведь это личность живая живее всех живых и когда мы приходим говорим господи дай мы не его просим а мы просим часть от него понятно вот когда вы с близкими общаетесь допустим да это можно вот так вот такой вот пример мы общаемся с близкими но мы как бы мы не хотим с самим общаться просто дай нам то-то дай нам то-то дай нам это дай нам это то есть сам человек как бы нам получается безразличен и вот бог хочет чтобы вот эти отношения были не просто вот такие потребительские да дай нам господь но бог хочет чтобы еще мы еще что-то отдали ему что-то возвратили ему что был не просто вот такой вот знаете да чтоб мы еще в радость были в благодарность ему вернули что-то понимаете так вот все что в церкви у нас есть любые молитвы любые таинства любые обряды все что касается церкви это всегда взаимодействие содействие соработничество понятно это нету просто одного действия обратное должно быть еще действие и вот все что у нас в церкви делается это всегда взаимодействие с Богом Бог не хочет делать без участия человека вот пожалуйста это сразу же запомните что Бог не делает ничего без нас цель нашей жизни это спасение и Бог не спасает человека без самого человека вот смотрите в 90-е годы ну и советские годы крестились как просто да пришел денежку заплатил пожертвование тебя покрестили люди ушли посчитали что они открещенные ладно в советское время там гонения были уже факт то что человек пришел хреститься это уже говорит о том что он не боится что его выгонят там посадят проблемы начнутся какое-то но в 90-е годы уже нету гонения и вот тех людей которых мы покрестили большинство из них большинство из них остались статичными то есть ничего в них не изменилось вот в 90-е годы самые страшные преступления были да совершались кто это делал крещенные люди правильно я вот в колонию езжу у меня там и на приходе есть там все крещенные в колонии большинство крещеных что они делали преступления совершали потому что были формально крещены им нужен был только обряд им нужно что-то было от бога они просили дай нам удачи вот я знаю случаи когда вот люди шли на преступление перед этим ставили свечки храм свечку поставили дай нам господу удачу и пошли грабить там кого-то понимаете но но на самом деле не случалось вот это вот действие взаимного это понятно нет то есть у нас в церкви все что существует не без воли человека происходит и вот крещение оно в первую очередь нужно для нашего спасения для души нашей нужно так во вторых крещение это таинство таинство оно совершается при двух условиях первое действие божие второе действие человека и вот если какой то вот не будет одного из этих условий таинство может не совершиться но пожалуйста запомните нельзя формально к этому подходить нельзя просто от этого таинства брать какую то вот одну часть в древности крещение оно делилось на несколько частей первое оглашение называлось вот вы сейчас находитесь как раз в стадии оглашения вы оглашенные то есть те люди которые готовятся к крещению вторая часть то есть человек готовился готовились раньше хорошо где-то три года могли готовиться в древней церкви представляете три года человек ходил на службы там читал евангелие изучал что-то да и как бы результатом всего этого было крещение то есть он стремился к чему-то да было вот ну в общем если человек не потрудится то что он получит оно может не пойти ему на пользу на детей посмотрите дети готовятся к новому году да что они делают там игрушечки какие-то делают там готовятся вот дед мороз вот новый год будет там то 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 игрушечки там песенки там стишочки изучают и вот для них этот процесс становится действительно праздником когда завершается все это да они вот он новый год все раз раз все новый год прошел мы к следующему новому году будем готовиться да примерно то же самое в крещении убрали вот 90-е годы не было этого не готовили людей то есть раз и просто покрестили что сделали зачем человек так и уходил непросвещенным он внешне был крещенным да но внутренне видимо нет видимо не совершил потому что таинство это всегда действенное таинство это всегда должно быть изменение человека человек должен измениться качественно человек должен для этого потрудиться немножко постараться да походить на беседы поразмыслить свою о своей жизни о грехах своих подумать да то же самое допустим представляете вот если вам сейчас человек выйдет даст ну сколько тысячу рублей просто даст карман положил и забыл вот это тысячу рублей оно на пользу я думаю не пойдет ты его не оценишь да другой момент когда мне говорят вот работа тебе смена да в конце смены получишь денежку я работаю копая там что-то делаю да потом раз приходит расплата вот эти деньги я начинаю ценить почему потому что я трудился я знаю что стоит да этот труд вторая часть крещения это непосредственно крещение когда человека крестья все все старой жизни уже нету начинается новая жизнь человек рождается для духовной жизни для церкви рождения происходит вот как ребеночек стал чистый и вторая часть это богослову называют рецепция то есть за ним наблюдали за человеком смотрели действительно ли его таинство которое совершили оно совершилось то есть смотрели допустим после крещения человек действительно в храм ходить исповедоваться причащаться жизнь у него изменилась кардинально да Василий Петрович правильно крестился а могли бы сказать что Мария Петровна допустим она вот что-то как-то не изменила свою жизнь ничего у нее в жизни не поменялось могли сказать что-то вот тут вот как-то не получилось человек не постарался не потрудился то есть если кто-то думает что таинство крещения это вот волшебная палочка такая да взмахом раз и у тебя в жизни так вот все начинает как-то налаживаться нет надо потрудиться еще на Бога надейся сам не плашая сказывать да знаете это что такое как толковать это оказывается это пословица она правильная то есть Бог дает тебе что-то ты должен еще поработать вместе с Богом потрудиться нужно понимаете или вот так вот человек сидит дома у себя в квартире у него там под окном картошка и он говорит Господи помоги мне картошку убрать и вот сидит вот там не получается что-то ничего почему не получается так потрудиться надо ты думаешь добрый дяденька сейчас возьмет тебе картошку выкопает и скажет на тебе да Иван Васильевич вот твоя картошка нет потрудиться надо а вот когда человек помолился попросил боженьку и все убрал быстренько хорошо все и погода может и все понимаете вот что значит сработничество вот что такое таинство вот некоторые относятся к таинству крещение как к магии вот у нас в церкви нету магии нету просто действий волшебных таких раз и вот человек как-то изменился магия что такое магия это вот допустим сейчас очень популярно порчи с глаза снимают да еще какие-то там вещи бабушки приходите говорите вот у меня там допустим Саша не любит Наташу сейчас сделаем открывает там свою книжечку заклинаний и говорит абра швабра кадабра закрывает книжечку все иди сейчас Саша будет любить им какой ужас да как это насилие такое совершается человек должен как бы добровольно любить да нельзя же насильно любить правильно некоторые люди жалуются почему меня никто не любит почему меня ну кто виноват сделай так чтоб тебя любили сделай изменись тебя будут любить то есть получается насилие над человеком какие-то силы начинают действовать и он значит начинает любить но любить то как он будет он будет неправильно любить он будет страстно любить то есть как сказать против своей воли во первых да против своей воли во вторых у него будет не та любовь которая должна быть а у него будет страстная любовь на греческом языке это любовь звучит как эрос то есть человек будет как бы телом любить да не душой а вот телом увлечение просто знаете что творится вот это магия вот в церкви нету магии потому что у нас нету насилия над человеком хочешь креститься ты должен добровольно это сделать сам извить желание и бог тебе дар но ни в коем случае я не могу вас привести в наручниках да и покрестить почему допустим нельзя совершать крещение над человеком который находится в бессознательном состоянии да вот в реанимации сколько батюшка придите покрестить не может он должен захотеть хотя бы глазом хотя бы моргнуть хочешь покреститься он должен хотя бы моргнуть да хочу тогда уже можно что делать с детишками почему детей крестит без воли их да то есть тоже получается как насилие да да он же не хочет так вот мы крестим детей по вере родителей и восприемников то есть крестных родителей они говорят вот я верую да вот я не нашла крестного который чтобы за него отвечал нет у меня такого человека очень плохо нету очень плохо есть вот хороший человек но он не крещеный не хочет принимать а так человек хороший вот если бы вы были прихожанкой какого-нибудь храма вас бы люди знали попросили бы такого какого-нибудь прихожанского можете стать крестом да сколько может человек быть раз крестом сколько он сможет нету ограничений нету если он сможет выполнять свои обязанности три раза вернее не три раза у трех детей да там у пятерых пожалуйста женщина может быть женщина может быть но только если есть крестный надо искать надо искать крестный тоже должен посещать да конечно конечно как он будет отвечать за духовную жизнь он сам ничего не знает так вот смотрите дети мы детей крестить по вере их родителей восприемников что это значит то есть дети до определенного времени не имеют свободу они не имеют пользу не умеют пользоваться в силу возраста да и вот какие-то вещи мы за них делаем потому что мы знаем что правильно вот допустим пеленаем детей да никто же не спрашивает солнышко тебе надо это это может и так то есть полежишь из этого всего знаем что это будет правильно в школу уведем тоже мы не спрашиваем пойдешь не пойдешь надо иди кто-то делает да но вот когда вопрос заходит допустим о крещении или там допустим обучение закона божия или там хождение в храм причащение ребенка у нас сразу протест такой как это детей насилуют против их воли там заставляют там закон божий изучать или основу православную культуру в школах но если я считаю что с детства полезно если я считаю что с детства ребенку полезно книжки читать там да заниматься с ним это то же самое поэтому мы крестим по вере родителей если родители сами говорят да я хочу я хочу чтобы с детства он рос вот так вот воспитывался следующий момент что некоторые говорят что с детства не надо детей там давать веру что вы говорит им это с детства навязываете веру будет совершеннолетие сам выберет веру может он мусульманину захочет или там буддистом правильно сатанистом так вот в 16 лет уже поздно психологи говорят что даже воспитание уже до 5 лет идет ребенка после 5 лет только коррекция скорректировать можно все самые основные как бы личностные отношения там характер он как раз вот формируется до 5 лет после 5 лет уже не сломаешь можно только как-то корректировать постараться изменить а тут говорят в 16 лет пусть сам выберет ну что человек может в 16 лет выбрать когда у него уже мозги уже сформированы это невозможно ведь в 16 лет в церковь к нам приводят уже бабушки таких знаете алкоголиков уже таких опытных пивных алкоголиков говорят батюшка позанимайтесь там сделайте что-нибудь скажите ему слово воспитайте как это в 16 лет а где вы раньше были ну вот он рос не то было было то то поэтому надо с самого раннего возраста чем раньше тем лучше покрестить его прочищать его книжки хорошие читать ему рассказать о боге читать библию ему евангелие читать вот во всем этом ребенок должен плавать как вот знаете вот как в ласке во всем этом добром и он будет формироваться вся информация которая вокруг нас сейчас да она формирует нас хотим мы этого или не хотим она формирует нас книжку прочитал это то же самое что ты съел какой-то обед полноценный да если хорошая книга то она как кирпичик у меня там строит меня самого вот поэтому с детства надо все это воспитывать с детства потому что жизнь бывает так человека искалечит неправильная жизнь что потом человек приходит уже в сознательном возрасте либо предпенсионном там да либо в старости человек приходит говорит вот жили правильно были ошибки такие-то такие-то вот хочу сейчас измениться это хорошо конечно но конечно лучше было бы чтобы было бы с самого раннего возраста поэтому поэтому мы вам предлагаем пройти эти беседы позаниматься и принять таинство так как нужно начать жизнь правильную духовную двенадцать бесед у нас начиная с этой в ней мы будем постепенно постепенно рассказывать потихонечку о православии о таинствах о боге вот желательно чтобы вы записывали все это значит все это должны вы записать то что я говорю в будущем пригодится потом мы вам выдаем вот такие вот свидетельства об оглашении это будет ваш документ такой церковный по которому я буду судить о том как как вы прилежно занимались вы все заполняете здесь да фамилию свое имя отчество дату рождения следующее здесь вы видите колоночки это вот как раз беседы пишите тему сегодняшнюю и ко мне подходите на роспись я расписываюсь то что вы были чем больше у вас росписи тем больше у вас шансов сдать экзамен вот дальше экзамены не сложные вот из той группы те кто ходил все сдали все сдали но у них они не пропускали дальше что мы еще спрашиваем в течение вот этого момента когда периода вернее когда вы занимаетесь здесь вы должны прочитать евангелие от марка самая коротенькая евангелие вот да выучить символ веры вот символ веры это на иисусство это та молитва в которой заключены основы нашей веры в кого и во что верит православный христианин вот напечатали все так молитва отче наш вы должны знать и должны выучить 10 заповедей вот напечатали то есть часто человек приходит на исповеди и знает в чем кается почему не знает потому что не знает вообще какие заповеди он не знает законов если может так сказать поэтому вот выучить что еще да нужно еще ходить на службу вот вечером идете на службу здесь расписывается вам в лавочке утром идете на службу на литургию вам здесь расписывается везде росписи есть все значит нет препятствий креститься нет службы у нас в основном в пятницу вечером в субботу вечером в субботу утром воскресенье утром в субботу вечером 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 в пятницу вечером в субботу вечером в субботу утро 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 Это 9 утра, вечером в Максимовском храме, служба в 5 часов вечера. Перед тем, как покреститься, вам еще желательно сходить на исповедь. Те, кто крещеный, вы идете на исповедь. Многие из вас, наверное, никогда не были. Кто-то был, кто-то не был. Вот, на исповедь сходить. А на исповедь когда? По вечерней службы. Когда вечером в службу придете, вот вы увидите, священник с Евангелем, с Крестом выходит, значит, началась исповедь. На исповедь подходит по одному, конфиденциально. Вы рассказываете грехи свои. Я об этом буду говорить, когда мы будем проходить Танец Трис-Круди. Я буду об этом говорить подробно. Тот, кто не крещеный, тоже вам желательно сходить. Потому что в Евангелии сказано, что перед тем, как покреститься, человек должен покаяться. То есть вы приходите, хаяете свои грехи. Начинайте жизнь сначала. Все свои грехи старые вы рассказываете и все. Чтобы у вас больше не повторялись тщательно новую жизнь. Значит, вы сейчас тогда думаете, стоит ли вам ходить, стоит ли вам вообще этим заниматься. Потому что это сложно. Каждое воскресенье на службу еще нужно ходить. Подумайте. И если вы надумаете, то в следующий воскресенье мы с вами также встречаемся. Продолжение следует...